В общем, как бы там ни было, Аллах Маршал Дольцуна, Аллах Иман Собор Дольцун, Цейр Чарна, да укрепит Всевышний Аллах его родных и близких, и да исцелит его Всевышний Аллах. И вот буквально до того, как запустить этот эфир, я проверил, никакого сообщения поздравительного от Кадырова не было. Ни Кадыров не поздравил Махачева с защитой этого пояса, ни Хабиба не поздравил, который присутствовал, участвовал в этом. В какой-то момент там Хабиб какие-то коллаборации с Кадыровым провел, что-то приехал, брат, Сват, посидел на каких-то боях, но все равно тем, кого хотел из него сделать Кадыров, Хабиб не стал. И при этом ничего страшного с ним не произошло. Дальше. Кстати, еще одна неприятнейшая история из Швеции, к сожалению. Чеченский подросток, парень, 16-17 лет, чеченец, был очень тяжело ранен. Это произошло на прошлой, по-моему, нет, на позапрошлой даже неделе. Ему выстрелили, в Стокгольме ему выстрелили в голову. Стрелявший задержанного, это тоже подросток, 17 лет. А парень, чеченец, он жив, его прооперировали, и он, в общем, находится в коме, в тяжелом состоянии. Да, облегчит ему Аллах, да, исцелит его Всевышний Аллах наилучшим образом. К сожалению, видите, такие неприятные моменты, они происходят в Швеции. Вообще сейчас очень серьезная проблема — это рост подростковой преступности. Очень часто сейчас здесь происходят убийства и тяжкие преступления, совершаемые несовершеннолетними. И это то, с чем сейчас столкнулась шведская полиция, то, что пока у них не получается с этим эффективно бороться. Дело в том, что для криминальных вот этих структур, организаций, они нашли такую, в общем, живу, когда несовершеннолетний подросток совершает даже такое тяжкое преступление, как убийство человека. Он максимально за это здесь получает только четыре года. И в криминальных руках это превратилось в такой социальный лифт, когда до совершеннолетия парень, если он совершает убийство и садится, то через четыре года он максимум выходит. И выходит уже в этих криминальных руках авторитетом, нереальным авторитетом. Потому что ничего себе, он там кого-то убил, понимаете. И то есть для них это такой социальный лифт, а эти криминальные структуры, организации, они этим пользуются, они используют этих подростков. И в общем, к сожалению, теперь видите, и этот чеченский парень тоже стал жертвой таких криминальных разборок. Из того, что мне об этой истории известно, он, в общем, абсолютно случайно оказался жертвой этой темы. В общем, как бы там ни было, Аллах Маршал Дойтсона, Аллах Иман Собор Дойтсона, Цейр Чарна, да укрепит Всевышний Аллах его родных и близких, и да исцелит его Всевышний Аллах. Так, ассалам алейкум, как считаешь, что МСО Трампа все же допустят на выборы? Видел его вчера на турнире UFC, сидел себе, смотрел бои, старые волчара, делал вид, что все хорошо. Алейкум ассалам. Тема с Дональдом Трампом, это вообще отдельная интересная история. Его, конечно, допустят на выборы, потому что в Соединенных Штатах Америки, даже сидя в тюрьме, будучи осужденным, ты можешь баллокироваться и даже можешь стать президентом. В теории, ты можешь находиться в тюрьме и быть президентом. Поэтому допущен-то он, я думаю, в любом случае будет. Но по поводу этих боев, значит, интересная ситуация. Вчера Дональд Трамп присутствовал на этих боях UFC, в этих боях выступал боец из Дагестана, Ислам Махачев. Он, значит, одерживает победу. Там Хабиб с Дональдом Трампом даже что-то здоровается, и что-то говорят, он ему там даже сказал про Палестину. Мол, я знаю, что когда ты станешь президентом, ты остановишь войну в Палестине. Короче, дело не в этом. Меня заинтересовало вот что. Я сегодня весь день, как только проснулся, начал мониторить, как увидел, что Ислам Махачев победил, защитил чемпионский титул UFC. Я начал мониторить социальные сети Кадырова и его окружение. И вот буквально до того, как запустить этот эфир, я проверил, никакого сообщения поздравительного от Кадырова не было. Ни Кадыров не поздравил Махачева с защитой этого пояса, ни Хабиба не поздравил, который присутствовал там, участвовал в этом, болел за Махачева. И ни один из кадыровских, из кадыровского окружения, из кадыровских спортсменов я не увидел, чтобы поздравил Ислама Махачева. И вот хочется спросить Кадырова, что произошло, Кадыров, в чем дело? Ведь раньше, когда и Хабиб одерживал победы, и там остальные спортсмены из Дагестана, постоянно ты за этим следил и демонстрировал, что ты за этим следишь. Радовался их победам, поздравления были. А что сейчас произошло? Почему нет? Поздравления в адрес Ислама Махачева. Защитил чемпионский титул UFC. Где твоя радость, Кадыров? Почему ты не поздравляешь? Что все? Братство с Хабибом закончилось? Закончилось, оно закончилось, не на том ли оно закончилось, что он не захотел становиться твоей собачкой, твоим песиком, становиться тренером для твоих детей. Вероятно, потому что увидел, что тренера твоих детей плохо заканчивает. В общем, это, знаете, для меня это очень показательная история. И очень жаль, что она не является такой же показательной для вот этих вот чеченских спортсменов, которые попадают под это влияние Кадырова и поднимают лапки вверх. Было бы хорошо, если бы они немножко назад посмотрели, посмотрели на судьбы этих спортсменов, которые вошли в эту коллаборацию с Кадыровым, что с ними стало, что с ними стало. А также посмотрели, как Кадыров относится к тем, кто не захотел становиться кадыровским песиком. Видите, Хабиб Нурмагомедов, этот же Ислам Махачев, они в какой-то момент там Хабиб какие-то коллаборации с Кадыровым провел, что-то приехал, брат, сват там, посидел на каких-то боях. Но все равно тем, кого хотел из него сделать Кадыров, Хабиб не стал. И при этом ничего страшного с ним не произошло. Дальше и чемпионом ушел из этого UFC, и человек из его окружения сейчас новый чемпион, и в свободном Америку ездят, в отличие от этих приближенных Кадырову людей. И выступают, и победы одерживают. Так, прикиньте, как можно было. А где те, кто вошел в эту плотную коллаборацию с Кадыровым, кто стал его песиком, кто стал там под ним лежать на мате, кто стал с его детьми тренироваться, давать себя там ими сбивать. И посмотрите, что стало с вами. Задумайтесь над этим. Субтитры создавал DimaTorzok